Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать на TV Jam. Сегодня будем готовить в косняшку. Тут у меня есть лук. Порежьте лук, мелко-мелко-мелко. Лук, как сами знаете, посолим. Нажмем, допустим, немного воды. Берем сковородку, наливаем немного оливкового масла, просто чтобы покрыть дно. И лук этот добавим в сковородку. Я как то очень люблю, когда есть немного остринкова. Ставим это на плиту, включим плиту. Первое, надо да обжарим лук. У меня есть кралевские трубочки изделия из пшеница твердых сортов. Сейчас мы ставим кралевские трубочки в горячую воду и сварим их где-то на 50%. Готов. Пока у нас варят се наше трубочки кралевски, сейчас мы возьмем 5-6 шампиньонов. Па режем и то мелко. Лук уже на половинку готов. Добавим гавяжи фарш. Где-то примерно на мне принадавице пол килограмма. Тут желательно, чтобы сразу упасали, чтобы это месо тоже питало на че соли. Пока у нас месо жарит, добавьте немного паприки. Как месо уже начало разваливаться, добавим шампиньоны. Это просто будет феноменално. Их тоже надо где-то обжарить вместе с месом примерно 10 минут. Вот. Выключаем плиту с нашим кралевским трубочками. Все это седим через сетку сразу. Еще немного солите. Как сте месо обжарили, а чине плохо, если порежете немного помидорчика. Так же добавьте сюда немного помидорчика. Чуть-чуть воде добавьте, чтобы оно как то парило се. У меня есть помидоры у собственном соку. Слободно нажмите, добавьте немного сока. Все это промешайте. И оставьте все потихоньку до жарите. А здесь у такую посуду глубоко добавьте на половину сварене макароне. Залите это с немного оливкового масла. Все это смешайте, чтобы они не клеили се друг за друга. И пусть они потихоньку хладают, пока мы ждем наше мясо. Снимаем наш фарш с плиты. Немножко все это промешаем, чтобы было холодно, чтобы могли да фашируем. Важмете посуду за запекание сразу. Добавите немного соуса вниз, чтобы трубочки кралевские лежали на мясо. Чтобы они действительно были царские. Потом возьмем одну ложку от тихонка. И это все фашируйте. И выкладывайте в посуду дала за пекание. И пока у нас сковоротка нагревается. Откроете пачку сливочного масла. Важмете молоко и наливете в одну каструлю. Молоко не случайно не должно закипить. Просто пусть будет теплый. Важмите так хороший кусок сливочного масла. Скажем где-то грамм сто. И положите на плиту и потихоньку его дайте. Когда оно уже так на половину. Важмите муку, ложку. И где-то примерно на сто грамм. Вами принадобится где-то полтора-две ложки. Ставьте на плиту на умеренный огонь. И потихоньку жарите где-то примерно 4-5 минут. Пока не уйдет запах муки. Молоко у нас закипает. Так что я сейчас выключу плиту. Берете молоко с плиты. И тут желательно забрать одну хорошую ложку. Мешайте муку и сливочное масло. И добавляйте понемногу молока. Возьмите немного соли. Пасалите соус без шамела. Это надо мешать дно. Потому что мука молоко хочет заклеиться. А когда загарит, будет неприятный запах. У нас соус без шамела должен быть так чуть-чуть жидковат. Потому что макароны у нас недоварены. Плюс у мяса есть вода. Так что все получится как надо. Просто залите. Потом это аккуратно так разложите. Все это надо в духовку на 240 градусов. Где-то примерно 5-6 минут. Па как у нас еще жарите. Возьмем одну тёрку. Возьмем маден нож. Парежен кусок моцарелла дала за пеканья. Все мне это па тёртим. Откройте духовку. Уже посмотрите как прекрасна корочка. Просто бросите сир сверху. И оставите на два минута да сир растает. Сир у нас точно да сплавился. Возьмем немного орегана. Чуть-чуть сверху. Сейчас мы это серверуем на тарелку. Всегда можно добавить чуть-чуть петрушки. Можно украсить это всегда. Например, листом базилика. Возьмем черри помидорчики. Наше блюдо готово. Я вам желаю приятного аппетита. С вами были Макфа ТВ Джемс. Серж меня зовут. Спасибо. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok